Добрый вечер, приветствую всех на Old Street Online и по традиции начнем с новостей и событий, которые нас ждут на следующей неделе. Неделя, которая заканчивается, была тоже полна разных отчетов и событий, начиная сегодня с процентной ставки Российской Федерации, ставили на том же уровне, отчасти это хорошая новость, ее не подняли, не повысили, ну и не понизили. С другой стороны, вроде бы мне сообщили, что пока поднимать порог по денежному счету для частных инвесторов поднимать не будут и пока это осталось все в том же самом ключе, никаких изменений вроде бы не произошло, что очень хорошо для частных трейдеров, чем сложнее доступ и размещение на рынке, тем, ну, собственно, больше клопот и, помимо того, рынок не так уж и безрисковый инструмент, но еще и такие проблемы с размещением тоже не особо приятные события. Также читалась Соединенная Америка по ВВП, у них там неплохой вроде отчет вышел, ну, по крайней мере нам такой показывают, также Британия читалась, по крайней мере, ну, хотя бы не так показательно, как Штаты, но более-менее держится. Третий квартал у всех вроде неплохой. Что мы ждем на следующей неделе? Если вы заметили, большинство рынков, особенно индексы, находятся в такой дрейфующей стадии, и это на следующей неделе уже вы увидите почему. Помимо того, что близится тот исторический момент, когда уйдет с престола Барак Обама и будет избираться новый завсегдатый на Штаты, это обязательно на следующей неделе еще будет решение по просто наставке Федеральной резервной системы, и это будет у нас 2 ноября. Значит, в 21.00, 2 ноября, обязательно поставьте в смартфон напоминание решение по просто наставке ФРС. На следующей неделе фактически каждый день по Штатам будет идти какая-то Market Moving отчетность, начиная от Employment и заканчивая Фомкой. В понедельник у них, сейчас секундочку, вот, Personal Incomes, потом вторник Фомка Meeting Begin и ICM Index в среду, начиная с Petroleum Status Report в 10.30 по Чикаго и в 2.00 PM Фомс Meeting по процентной ставке. Потом идет в четверг Jobless Claims, начнется, вернее продолжится волатильность, которая началась в Фомке, и Employment Situation в месте International Trade в пятницу на открытии биржи. Вот, ну, в общем, штормовая предвидится неделька на следующей, будьте внимательны и аккуратнее, особенно во время выхода новостей и открытия биржи. По другим странам, по другим странам у нас процентная ставка также решения в Австралии. Это вот, секундочку, и сейчас. Далее, индекс деловой активности в Китае, производственный сектор, также вторник. В понедельник забыл напомнить, индекс потребительских цен по еврозоне в общем. Также будет во вторник, 1 ноября, доклад Банка Японии о перспективах экономики, если они есть. Потом Канада по месячному ВВП за август отчитается. И в 19.00, опять же, во вторник, полос выступит с какой-то речью, пока неизвестно с какой. В среду, помимо активности по отчетам у Штатов, еще Германия по безработам отчитается и по индексу деловой активности. Вместе с Британией в районе 12.00 часа в Германии и в 12.30 Британия будет отчитываться. В Британии также в четверг процентная ставка решения 15.00 и как раз после фонки в среду... Ну, вот среда-четверг будет, наверное, максимально штормовая. До среды, понедельник-вторник, могут, особенно во вторник, рынки очень сильно затихнуть и притаиться перед бурей. Пятницу, праздник в России, День народного единства весь день. А вот, к сожалению, я не успел узнать, как будет работать биржа. Вот, надеюсь, она будет работать, потому что это не очень подходит для тех, кто будет в среду-четверг заходить на позиции. В принципе, неплохо было бы, если бы в пятницу биржа работала. Признайтесь, кто уже смотрел в пятницу, работает биржа или нет, Буду очень благодарен. Так, ну и в пятницу в Штаты по безработным вместе с Канадой отчитываются открытие биржи. Вот такие новости ждут на следующей неделе. Ну, волатильность будет повышена. Если вы торгуете опционами с расчетом на волатильность, то на следующей неделе можете заработать, точно. Ну и спекуляция на фьючерсном рынке в разных ее интерпретациях, и арбитражный вариант, и такие. Скальпинг не работает, да? Плохо. Плохо, плохо, плохо. Получается, пятница не работает, движение будет по Штатам. В понедельник может открыться российская биржа достаточно вероятно с каким-то сильным отклонением, либо может даже с гэпом. Поэтому осторожнее на выходные оставляйте им позиции. Так, параллельно конкурсу лучиев идет и наш трейдерстрейтинг, который уже больше, чем пять лет существует, и нон-стоп фиксируется деятельность тех, кто открывает позицию на публичных счетах, либо же дублирует сериальных счетов. Кто-то студент еще тренируется, практикуется, поэтому не судите строго. Но вот первое место у нас такое милое создание по индексу РТС заняло на этой неделе, за эту неделю. Алик Стар, вот такой мастодонт, просто рвал имитал в индекс РТС. Сегодня я, кстати, правильно сделал, что не полез. Такой забор просто лучше не лезть. Ну, как видите, техничный сделок. Иногда просто мурашки по коже, вот такой точности. Бывают, конечно, открытия лишние просто. А так, вот Агран 220 тоже. Отличный, отличный трейдер. Год или два назад, когда профкурс проходил, уже тогда результаты были. Так, неизвестный трейдер. Вот такой вот у нас в маске. Шорт неплохой. Еще бы стоп-лосс выставил, было бы вообще просто. Песня. По делу открыл по продажу, тут вообще без нареканий. Тоже без комментариев. Все четко. Ну, как видите, с каждым контрактом у трейдеров техничность сделок просто ошеломляющая. И, надеюсь, они не потеряют эту сноровку и продолжать будут только лучше. Самое главное, держать серийность. Баланс между позитивными сделками и отрицателями. Для тех, кто только знакомится с финансовым рынком, с спекуляциями на фичурсном рынке, риски есть всегда. Нет безрисковых торговых стратегий. Нет ни одного трейдера, который не заключил в убыточной сделке. Самое главное, чтобы положительных сделок было как минимум больше. Так. А вот и на рубле тоже анкноут трейдер. Он тут первый в рейтинге. Выпускник. Смарт-волюм трейдинг. Вот второй. Я не сомневался. Есть, правда, косяки, но буквально только-только выпустились. Опять же, Alexstar все те же у станка. А вот на рубле, видите, он полез все-таки в рынок и, видимо, пожалел сергофан. Четко вот. Если без убыток еще выставить, вот на 830 было бы отлично. так что, если вы планируете тренироваться, либо же отрабатывать какую-то стратегию, просто берете трейдер трейдер, открываете позиции через окно ордеров. Главное, чтобы использовали, ну, включили публичность торговли. Тогда ваши сделки будут видно и удобно очень анализировать свои же ошибки на таком отображении своей деятельности. Потому что, когда в таблице это все открытие типа ордеров может запутаться и визуальная картина, в общем, плохо штабится. На графике это очень хорошо видно и сразу понятно даже без комментариев, почему там открыта позиция и где ошибки. Можно сразу обсудить. Так. На S&P опять же, Алекс Старф. Ну, как говорится, талант он и везде талант. Давайте посмотрим на это магическое действие. Ну, вот 26 числа прям вот песня, какие-то сделки идут все. Скорее всего, Алекс наловчился использовать Flow Be Dusk вместе со стаканом отлично и тут как бы при такой волатильности лучше, конечно, без убыток вывести эту продажу, особенно перед уикендом. Видите, есть хорошие сделки, есть за кем следить, равняться и даже сравнивать, когда были открыты у лидеров сделки. рейтинг все так же продолжается. Бонусы от нас все так же остались. Как просил Михаил, мой тезка, пора уже на бонусы автомобиль позиционировать. пока пока только платформа первым трем в рейтинге. Тоже неплохая была продажа, единственное, на следующий день я бы не рисковал вот эту просадку с 38 по 43 вышел бы. Так, тоже хорошие сделки. в общем, присоединяйтесь, в отличие от LCHE. У нас круглый год идет этот рейтинг и мы стараемся всегда подчеркнуть и повесить на доску подсчета первую двадцатку хорошо Alexstar студент Smart Volume Trading даже забыл совсем перепутал да-да-да я помню там было два Алексея и одного очень запомнил хорошо второго меньше сделок было во время Smart Volume Trading ну, в общем, как видите пока тренируются ребята, но уже неплохие результаты я за них очень рад так, ну совсем не прокомментировал нового трейдера в общем добро пожаловать коллектив Almrus студентам просто напишите на почту либо в скайп отдел обучения Волфикс кто ведет уроки ну это Smart Volume Trading я фактически все лекции и практика помогает Рома в скайп-чате и в закрытой группе тестер тестировали наши ребята новые технологии и вот так вот они выглядят ну прям прям страшно в общем GT25 тоже был один неплохие рейтинги были в прошлом или позапрошлом контракте ну эти по S&P ой по евро активность немножко поменьше ну ничего страшного самое главное что таланты есть и их хоть отбавляем по наблюдениям моим ну в принципе не только по рейтингу довольно часто первые места ну вообще как бы первая пятерка десятка скальперы которые там 20-40 сделок в день открывают редко занимают то есть расчетливые хладнокровные снайперы чаще всего попадают вот первые 5 мест то есть ну с хорошей процентной доходностью с хорошей серийностью вот именно те кто умеет ждать и ждать сделку и ждать таргет вот такая вот пока идет тенденция в принципе оно и логично чем больше сделок тем больше вероятность сделать ошибку и рынок в принципе не предрасположен раздавать кучу классных точек входа и вообще моментов возможностей поэтому пока понятно почему такая серийность и тенденция по успеваемости то есть ну если учитывать проскальзывание комиссионного брокера супер активные скальперы редко попадают в рейтинг топовые места если закрывает плюс уже хорошо так S&P в общем не будем затягивать стопы могут снимать и это похоже на неделю посмотрите что происходит целую неделю видите как торгуются сессию как будто они я называю такую динамику модельность даже расторговки так S&P не продается S&P лихо продается так потихонечку как бы рынок пятится вот и не удивлюсь если под фомку и в четверг еще рванут наверх а у нас накануне рождественские праздники новогодние и для экономики это в принципе такое дополнительное топливо потребительская корзина максимально работает все вот ради чего промышленность работает это все продается вытаскивается из кармашек граждан Америки очень много зелененьких долларов и это все естественно дает хороший стимул для экономики я уже раз пять ну не пять четыре года подряд говорю о том что ралли перед рождеством то есть перед черной пятницей чаще всего вот неделька-две идут не стремительно но постоянно вот хотя бы чуть-чуть но идет рост никакого падения стараются не делать и фундаментально это объясняется и в принципе что вы не портите с тем настроением такая раздача пирожков в общем перед новым годом можно на этом немножко заработать если аккуратно и с умом к этому всему делу подойти и так самая дорогая у нас локация сопротивления 6771 тут на удивление не такая уж объемная сессия но концентрация объема в ней очень плотно сформировалась на этом уровне почти целую неделю бились как рыба облет и так их не пустили поэтому это контрольный уровень для этого контракта и сопротивление номер один очень такая уже массивная локация которая была уровнем контракта и вот значимость ее даже не обсуждается 49.55 вот эти 6 долларов несчастных очень сильно толкнули по дисбалансу на 21.20 и на этой неделе две сессии понедельный вторник протестировали но не попытались даже пойти выше отметим эту локацию как сопротивление при потенциально возможном сбросе на этой неделе стопиков и походу на север под новогодние праздники вот 49.55 это первая может быть проблемная локация ее обязательно мониторить на предмет прохождения то есть если вы в покупке 49.55 обязательно нужно посудить чтобы осилили и так уже в третий раз на этом контракте декабрьском как заколдованный S&P восстанавливается на 21.18 21.24 напомню что это первый крупный массив в контракте он контрольный и как экватор учитываем его вы можете самостоятельно даже Татьяна разрабатывает стратегии на базе платформы Wolfix это не сложно делать потому что есть огромный архив данных и необходимые модули статистические и для поиска определенных параметров критериев в общем возможности в разработке стратегии огромные вы можете просмотреть на истории как она в руками в ручном режиме бэктестить автоматического бэктестера пока нет потому что за автоматическим бэктестером пойдет сразу же алгоритмическая разработка ну в общем пока ждем поисковик и вот думаем скоро будет появляться он уже в готовом виде пока ничего не буду говорить потому что раньше времени тем более ядро ядро сейчас 28 42 здесь концентрация и в начале контракта и последние три недели стоят просто вот в том-то и проблема что три недели была какая-то неопределенность по СНП как видите ликвидность тоже просела особенно на прошлой неделе и вот буквально на этой начали набирать какие-то обороты особенно вот в четверг и в среду давайте посмотрим что же там по открытому интересу и тут у нас видите только вот сегодня совсем на чуть-чуть 29 76 85 ну для СНП это не так уж и много но вот вторник вернее среда и четверг даже просели чуть по открытому интересу не критично но глобального набора позиций пока нет и это понятно перед Фомкой перед таким решением процентной ставки поднимут не поднимут те кто знают вердикт они уже зашли наверняка давно но я думаю подождут все-таки либо по крайней мере хотя бы в среду начнут заходить вторник но не перед выходными на уикенд это похоже что вот эти вот ребята стараются удержать котировочку в районе 21.18 21.30 поддержки поддержки ну здесь общая дельта по сессии 23.000 контрактов то есть чуть-чуть набрали позиции но тут дельта уже 20 тонн вчера было 9 и в принципе результаты мы видим сегодня еще немножко просел в S&P но это коварная на самом деле вот расторговка недели посмотрите на истории они очень часто заканчиваются как раз таким динамичным разворотом совсем в обратную сторону обязательно следите за контрольными уровнями чтобы это было действительно так раньше времени лучше не заходить особенно перед фомпкой и так дельту мы сейчас смотрим и значит 22.000 сейчас цвет поменяю да кто просил Color Settings на Facebook Wall Street Online и в Google Plus должны были сбросить картинки вот именно настроек по цветовому параметру чтобы так же как у меня было кому подходит кому нет ну в общем те кому интересно там можно найти эти слайды и просто повторяйте цвета так фиксируем объем 160 тонн дельта за селлером и тут 150 тонн дельта за селлером в принципе вот эти три цены достаточно активно поработали ребята на шорт но тут же совсем совсем недалеко 224 тонны на покупку тут почти 20 вернее 200 114 173 26 числа 173 это не дельта это объем дельта мы сейчас зафиксируем значит 11 10 10 на покупку 14 11 в любом случае если понедельник лихо уходит за вот эту локацию давайте мы сейчас отметим чтобы она была зафиксирована захватим вот эти минус 8 21 25 и 22 32 значит если понедельник спокойно проходит диапазон там либо вторник не то чтобы именно прям заходит в коридор а именно американская сессия открывается и идет за 32 первую половину сессии тогда наши предположения по поводу сброса стопиков вполне будут вероятными и мы увидим динамику осталось потом 49 еще про протаранить так ну в общем есть частично и байера но четверо-пятница пока за селлерами давайте захватим сегодня FUSX еще посмотрим потому что следующая неделя будет очень ключевой если будет изменение наставки в какую-либо сторону либо вообще ее отмена там могут придумать все что угодно так FUSX это европейский индекс знакомьтесь идентичная динамика тут буквально среда-четверг простояли в коридорчике что в принципе как раз тоже есть намек на то что это такая небольшая передышка привал перед продолжением такой же неспешной динамики на рост ликвидность последней тридцессии появляется в отличие от прошлой недели и понедельника вторника что также благоприятно для динамики на рост пока это не утверждение что это будет именно так но вообще я как бы о критериях в первую очередь нужно посмотреть есть ли топливо для этого роста если бы топлива не было то оно может еще больше подойти в понедельник вторник либо же в среду но в среду точно будет там одни высокочастотники только ажиотаж могут создать вот но желательно мы сейчас зафиксируем эти уровни получается у нас 30-55 и вот три сессии 69-79 обязательно ну лучше дождаться выхода за этот коридор тогда уже думать о покупках пока вот не пробьют эти три сессии тут даже 4 можно взять еще с этой даже 5 то есть формируется достаточно так неплохо просматривается голова и плеч из технического анализа в объемном анализе модель трехблочная модель на продажу в случае пробития 79-й там дело за малым останется нужно ликвидность само собой и соответствующая агрессия со стороны байеров еще одна поддержка которого на офис x протестили 13 октября и ушли на две недели в ралли так дак дак тоже нужно мониторить мониторить то есть 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 за счет какого топлива удерживать стабильность но и еще и создать дисбаланс на бай значит частично берем эту локацию даже вот так вот возьмем лучше разделим их по-честному тестируют и вот эти две сессии такая небольшая ликвидность обязательно ядро недели по даксу пройти так будет безопаснее для покупок кто планирует работать на бай в эту локацию 670 710 тут 3 3 дня пакуют дакс объем выход за пределы этого массива в принципе уже предварительный зеленый свет для динамики на рост дает останется только вот эту локацию пробить на верхушке контракта которая здесь аккуратненько разместились такие немецкие спекулянты вот и саппорт который с начала контракта протестили в 385 по 340 но это уже последний блокпост там занимаем вот эти две маленькие сессии с хорошим хорошим объемом посмотрим еще до этих уровней нужно идти контракт создал массив основной 490 по 625 пока болтается выше соответственно шансы у байеров есть есть не учитывая выхода экономических отчетов фундаментальных данных торговать только по данным техническим индикатором либо же используя любой тип анализа рынка это как без компаса корабль в океане возможно неправильное сравнение но обязательно нужно мониторить макроэкономику фундаментальные важные информационные отчеты для инструментов в зависимости конечно от инструмента который где-то для фондового рынка кто валютами торгует там еще и банковский момент нужно учитывать все эти валютные так индекс РТС так ну по СНП получается по Британии отчитались по ВП неплохо вроде как не напугали внутри вал вот если еще и employment вместе с Фомкой на следующей неделе тоже за позитив ну соответственно выборы как-то они может на динамике и протянут я уверен что отток из фондового рынка происходит объемы могут упасть по фондовому то есть ну на всякий случай ну я бы лично если бы огромное кэш кэш огромный варьировался в фондовом рынке там обязательно бы минимум половину за кэш куда-нибудь либо в облигации либо еще куда-нибудь но не фонда так индекс РТС третью недельку определяется с настроением пока определялся даже чуть-чуть средний объем за сессию упал буквально вот среда четверг веселее было но вот пятница уже опять объем не особо ну перед уикендом оно и понятно значит номер один массив ядро контракта 98500 99500 вокруг него сейчас все и вертится крутится 97200 по 97600 такой вот промежуточный уровень поддержки его уже неоднократно засветили хорошим объемом на этом можно сразу заметить и вот стартовый массив который набал для этого контракта 96 96500 пока этот уровень не пробьет есть шансы на любую динамику на рост четыре сессии вот так вот аккуратненько спускается вроде как на продажу опять же продаются рынки вот в таком ключе причем чем быстрее они достигнут такой точки когда уже будет страшно заходить на продажу либо поздно тем быстрее чем быстрее они это делают тем больше они втягивают в этот резкий шорт байеров стопики срывают в общем там затягивают собой вместе ликвидности много особенно когда волатильность повышенная автоматы включаются как как по по щучьему велению там только дай волатильность на которой они срабатывают и начнется целая цепочка так ликвидность пока не критично упала но для динамики нарост я думаю несколько новостных триггеров не помешает для более уверенности если вам не сложно комментируя опционы немножко детальнее потому что мало у меня опыта работы с опционами ну и те кто в чате тоже не все знают поэтому лучше так что понятнее буду так ну в общем вот такие вот у нас ситуации и сто с половиной сто один тут три две с половиной сессии было протестировали поэтому даже не из-за самого тестирования а так как это массивность ключевая контрольная крайняя возле максимума контракта ну вроде как не все так плохо давайте посмотрим на открытый интерес итак само собой вместе с ликвидностью немножко упал открытый интерес как раз в этой части испугались трейдеры слишком резкий такой был маневр и с того момента 584 постепенно через сессию вот эти две сессии фиксили тоже любое движение вниз сразу выходит уже никто не пересиживает судя по стилю ну вернее реакцию на открытый интерес это уже третий контракт наблюдаю только резкие движения вниз сразу выходят потом снова заходят в общем надо рост открытого интереса чем больше тем лучше как видите даже конкурс LCH не помог восстановить ликвидность на уровне то что было раньше период конкурса LCH RTS был всегда ликвиднее чем другие контракты так дельта общая по сессиям 28 тонн это 26 числа было вчера пытались даже что-то сформировать на покупку возможно это частично как раз фиксация была да там открытый интерес немножко подупал вот фиксация продаж тут как видите такая была интересная цепочка и здесь сессия поэтому перед выходными могли чуть зафиксить но опять же для возобновления роста для динамики на север нам нужны не только объемы но и информационная поддержка со стороны нефтяного сектора и и не только так давайте на класс рчарт еще взглянем такие яркие вспышки по дельте сразу берем во внимание они как раз отмечены на дневнометном фрейме очень неплохо что совпадают так ну с 11 числа по 18 здесь все все точно все было на шорт потом вот мне нравится с 18 числа по текущий день буквально три сессии было на рост ну со стороны байеров причем из этих трех ну одна была действительно с хорошим перевесом это средняя это вообще пониженная но котировка была даже на отметке 100 с половиной остальные все селлеры в основном были особенно вот эту локацию отметим как они так умудряются вроде так немного было дельты а по итогу неплохо протянули до 100 с половиной и так по последней активности у нас плотненько здесь поработали потом тут как бы и байеры и селлеры поэтому вот эта локация выход за пределы по понедельнику будет неплохим маячком останется вот этот уровень пробить и там уже идет по 34 39 тысяч контрактов даже 78 вот этот самый наверное жестокий уровень сопротивления тут дельта мы сейчас ее зафиксируем 12 тонн потом ну больше такой вот на этой неделе не было агрессивной дельты вот здесь видите по 3000 по каждой цене по поводу не то чтобы исследования но закономерности даже по объемному по дельте обратите внимание количество контрактов по дельте то есть это не объем то есть тут никак не могли быть совпадения это дельта между агрессией на покупку и продажу то есть в районе трех с половиной 3 300 вот видите минус 3 везде практически все сессия разбросаны объемы и то же самое вот фигурируют данные на покупку то есть вот 3 400 3 200 лог поэтому как минимум 97 ой 99 700 99 800 для роста должны пробить и закрепиться в идеале выше 100 500 на этом высота недели поэтому в среду четверг может произойти в четверг если уйдут выше 100 500 будет вообще отлично динамика по нефтянке мы сейчас ее тоже зафиксируем так 98 600 я отмечаю локации с повышенной активностью селлеров 99 100 99 250 тут байеры пока их не особо далеко пустили что в принципе еще дает надежду что им еще не вырвали стопики вот но все равно вот эти 12 потом эти 3 как сопротивление учитывать можно даже захватить на всякий случай 100 300 как один коридор учитывать вместе с 100 500 теперь теперь так-так-так-так-так-так-так сравниваем с открытым интересом это 2 сессии 2 сессии на фиксацию на открытие у нас только 25 и сегодня 25 и сегодня фиксация фиксация идет ну поэтому не факт что они еще есть в рынке эти ребята но активность была на всякий случай чем черт не шутит вдруг опять возобновится именно на этом уровне такая плотная активность со стороны соляров набрали чуть позиции сегодня по открытому интересу но там совсем чуть-чуть ликвидность была больше всего в среду в четверг тут почти по 600 тонн и часть из них фиксация ну в общем контролировать эти уровни в любом случае необходимо на всякий случай так что у нас тут по поддержке в начале контракта даже неверно вот начало контракта отличились вот эти ребята 97 350 800 тут тоже плотненькая локация и в начале контракта широкий коридор но что поделать тоже вот 3,5 3,4 4,4 3,4 3,3 3,3 ну вот даже 8 вот прям такой ажиотажный вышел Байер ну вот в общем как видите по дню вместе с вечеркой рабочая дельта тут 3,3,5 на селлера сторону и для движения на рост также соответствующая дельта должна быть тогда уровень еще считаем так что-то я совсем упустил вот эти 7000 возьмем на всякий случай тут как раз видите два раза уже стопорят маркет тут просто эти же 12000 разбросали по трем ценам здесь в одну все влили вот ну соответственно идентичная картина вот буквально для сравнения обратите внимание вот видите очень похожая схемка расторговки недели на РТС то что и про СНП говорил как-то так знаете как пятится вроде рынок как кошка готовится к броску на воробьев во дворе допустим так оп оп и потом скачок поэтому будьте готовы может быть и поездка на север вот эти уровни если пробьем все будет вообще замечательно так давайте возьмем спекулятивно еще на пятнашке выделим всего аккуратненько и так VWP у нас в районе 99 350 первое отклонение вернее даже не первое там кажется второе я оставил только да чтобы много линий не было и нам не мешали здесь вообще 50 должно быть почему 120 вот другая картина здесь мне не нравится этот розовый цвет как-то уже очень не по фэншую так ядро недели 98 и 799 200 тут соответственно понедельник среда четверг и пятница отличились и пока вот маневр такой как раз почему-то вечернюю сессию это все чудит пока днем люди старались вот вечерка зловещая это все уничтожает ну в общем пускай там болтаются где хотят если на следующей неделе понедельник с очень сильными объемами рвутся на 99 200 400 хороший знак самая ликвидная 15 минутка 74 тонны в 17.30 была размещена вот здесь ну и по локациям 100 500 опять же подтверждение по ликвидности важный уровень промежуточная доза грузочка была вот здесь и мы тоже зафиксируем в качестве возможного уровня сопротивления по крайней мере поставьте алерты и учитывайте при сопровождении сделки либо если будете с этими уровнями спекулятивно открывать позиции вот ну пока терпимо и тут уже были один раз и там сразу же правда утром объемчиками это все дело поддержали и толкнули обратно открытие тест-ход сегодня конечно жесткая просто пила и кто в нее полез не не сочувствую я утром еще более-менее после открытия штатов там ушло просто вот собирали всех подряд да вот этот локейшн забыл отметить 99-450 такой подводный камешек тут такая промежуточная вечерняя была до загрузка в качестве сопротивления возможно уровень такой вторичный но пока вот четверг не осилил и пятница не осмелилась в общем объемная точка здесь среднеизвешенная по ликвидности здесь безопаснее конечно за 99-500 пока не выйдет котировочка не дергаться почем зря попытки взять с этих уровней могут быть достаточно рисковыми и могут в понедельник еще стопики сбрасывать это же РТС вы его знаете рубль Таня опытный трейдер но судя по тексту опыт есть выдает сленг цепочка даже сленга цепочка слов если бы вы писали что вот те штучки красные которые у вас на вот той корявом графике будут ниже вот той вот большой штучки тогда бы у вас не было опытом так вы опытный человек так рубль так так все есть и так рубль он же сишка он же usd rule 3200 удивительным образом в обороте 126 число было отмечено не слабо ликвидностью на этом контракте ну вот ну вот лидер еще динамика у него была опять же этот же коридор та же динамика тот же ликвид динамика спускали спускали аккуратненько на осанках на таком объеме рабочим даже чуть ниже и резко пошел взрыв преждевременно аль нет будем смотреть по развитию в понедельник но выглядит три сессии после такого роста достаточно активно видно поддерживают байеру динамику потому что даже коррекционного момента не было поэтому если 64 протолкнут тут еще будет такой островок защиты 250-400 тут две сессии аккуратненько бросили все силы на дальнейшее расширение и даже тут тормознули 13 или 14 14 13 октября вот самый минимальный вот саппорт у нас 685-63 и ядро ядро контракта 63-350 63-650 плотненько как и выглядите ну и как вы видите значимый уровень также 64-950 65-200 волатильность на рубле упала чуть-чуть успокоились и как будет толкать дальше на шорт нет повода ну и возвращаться обратно тоже неохота поэтому вот такой вот целый целая полоса препятствий до 65-го и вполне могут где-то остановить эту всю динамику но пока после такого импульса две сессии спокойно стоят на 63 близко возле 64-ой могут дернуться попробовать выше сходить давайте посмотрим сейчас еще спот и посмотрим дельту с открытым интересом итак аккуратненько спускались на этом снижении с фиксацией я думаю что тут уже участвовали все кто в шорте был в начале контракта на всякий случай после вот этой точки возврат к минимуму уже воспринимался как возможное дно контракта поэтому двухнедельный такой постепенный фикс объясним то есть это не паника на всякий случай фиксируется логично правильно и жизненно так резкий такой скачок у нас 27 числа самое смешное что не в эту динамику попали по резкому открытию а непосредственно 27 числа чуть зафиксивали интерадейщики скорее всего здесь по открытому интересу но в общем чудным образом вся интересность и активность пришлась как раз вчера по дельте у нас было дельта на 69 тонн за селлерами 26 за байерами ну в принципе вся неделя вот кроме 27 на селлер ой на байерах вот даже сегодняшняя пятница вот по ликвидности идентичная сессия вот давайте их выигрим подсвечивали подсвечивали те у которых чуть больше трех миллионов ликвидность это контрольные дни основные дни в самой повышенной ликвидностью то есть комбинации вот эти две сессии вместе с этой образуют ключевые массивы ключи ключевой ценовой диапазоны де-факто тут не сложно создать такой себе информационный коридор ставите alert на верхнюю планку этого активного диапазона и на нижнюю в идеале оптимальнее всего дождаться выхода либо за верхний alert либо за нижний то есть чтобы не висеть постоянно вот в этом дрифующем рынке коридор широкий конечно но раз на раз не приходится здесь он одной сессии хватило вот поэтому массив вот этот ключевой и вот эти сессии 65420 по давайте вот эти две сначала потом то вот мы вот это уделяем ближайшие сопротивляшки вот ведь пока не пробили уже третью неделю пытаются вот ну четыре дня в 1 2 3 4 до 4 дня рост еще и на ликвидностью вторая попытка 64 пробить в общем осторожнее значит давайте посмотрим на рубли в дельту и так открытие на динамики на рост байеры сегодня байеры вчера селлеры ну в общем давайте тогда фиксировать по текущей неделе важная дельта массивы так что у нас тут по байерам вот коридорчик просматривается это за всю неделю и так что у нас тут по байерам вот коридорчик просматривается в общем уровне сразу выделяю чтобы не комбинировать потом по дням ну и плотенький вот селлеры у нас сверху тут я думаю надо заплатить еще вот эту соточку потом вот здесь плотненько прошлись вот тут ставим пока темным цветом так в общем вот у нас получается один уровень саппортов вместе с вот этими плотными явно хорошо плотно проторговали в идеале конечно этот весь коридор нужно выделить но будет достаточно широкий волатильный ну не такой точный так и вот этот коридорчик там у нас под эльте плотненько все было так ставим здесь потемнее чтобы они не сильно сливались и смотрим теперь спот значит по целлером тут по 130 102 тонны оборот был соответственно показали у нас кастомизированный профиль по дельте именно там и на споте мы сейчас это все сравним посмотрим как там ситуация перелог 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 ну понедельник не этот будет ановый в следующий если в пятницу бюджет не будет работать я думаю среда и четверг будет еще то так а вот у нас ситуация на спот давайте начнем с ликвидности и она у нас за этот квартальчик как бы чуть-чуть начали ну поактивнее себя вести потому что тоже была понижена немножко ликвидность на спотике в двадцать четвертое число у нас два миллиона восемьсот потом начали увеличивать до четырех шестьсот и в четверг там чуть-чуть совсем упал оборотики два восемьсот на пятницу в общем вот у нас вся ударная ликвидность пришлась на среду четверг по Дель Торо у нас там шестьсот семьдесят и двести девяносто четыре ну не густо сейчас мы чуть планку понизим до двадцати процентов то для такого ага вот они так значит вот у нас сто девяносто четыре да 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 вот видите сто девяносто девять было это ближайший торговый день который с похожим объемом был и сейчас мы посмотрим дельта значит сорок четыре тонны пятьдесят восемь видите это даже переплюнуло по дельте вот ну грубо говоря как бы судя по споту если вот этот коридор будут удерживать могут удержать то есть ну последняя инстанция главное чтобы не выпустили за 63.20 в принципе тут 44 тонны вполне хватило для сопротивления тут двадцать одну ну бросили тормозной маркет здесь тоже двадцать и двадцать бросили на проложение динамики ну а вот здесь вот самое вот удивительное было время по-настоящему поработали в общем в общем я думаю стоит выделить как семьдесят тысяч дельта здесь не просто так пробежалась шесть шестьдесят три пятнадцать на этом квартале по спотику был какой-нибудь такой сказочный день здесь действительно надавили вот именно в этот коридор и бьются лбом на споте ну поэтому еще не предел ладно 63 50 в принципе оптимальнее дальше не пускать то еще вдруг начнут все расстраиваться и сбросят насчет опек этих всех арабов заседаний уже настолько столько раз заседают что-то договориться-то нельзя это просто информационная манипуляция раньше приехали главное поговорили все по рукам ударили да и разъехали сейчас постоянные встречи они больше топлива зажигают наверно на этих аэропортах да этих всех лимузинах конвоях на эти встречи пока ездят чем простой народ так ну и давайте на пятнашке выделим самые такие знатные события на этой неделе на рубле итак не супер хорошо для продажи наличие рубрика выше WP но не критично так как объем у нас здесь за неделю ядро сформировали уйдут ниже ядра вот это уже будет интересней зона стоимости тут ну шире прошлась поэтому вот она ориентируйтесь на ядро то есть в принципе останется вот эта поддержка которую в четверг побоялись осилить как раз на росте была загрузка я ее уделю сейчас 63500 и 63400 тут добросили в погоне за ростом поэтому его нужно осилить это не означает что именно я как бы стараюсь указать именно на рост я итак готовлюсь к своим торговым сессиям то есть я рассматриваю с этой и с этой точки зрения на рынке то есть какие уровни будут пробиты тогда я буду верить в продажи то есть действительно вот пока не пробежишься 3560 3400 ну шарты могут быть проблемными вот как четвергом было вроде бы все окей но здесь остановились можно да стоять до этой цели но я этот уровень выдел чтобы вы знали что там может быть опять повторная поддержка вторичное второе ядро менее объемное но с ним тоже нужно считаться не просто так там два дня формировали вот мы выделим его с маркером поддержка понедельник идентична с флэтом с разными такими маневрами точно так же как и вторник жестокий был на вечерке сбросили стопики бессовестные и двадцать шестой окрас потихонечку подгрузили вот две с половиной сессии фактически тут и отплясали промежуточные покупки как вторичные уровни но все равно выделить тут в районе 63 300 пробежал объем этот коридор я выделил тут само собой вместе с ядром ну и сопротивление там вот эти две точки 63 800 80 950 в ключе сопротивление выделить и мониторить может быть если будет формироваться нисходящая динамика то выброс стопиков вполне может быть и до максимума недели а то и выше напугать могут там за стопорями сходить дальше но безопаснее будет пока не уйдут ниже 63 600 даже не дергаться с шортами а в идеале еще безопаснее пробить этот уровень потом уже на коррекциях заходить как можно выгоднее то есть пробитие будет подчеркивать агрессивность селлеров и их наличие пока их не не увидите осторожнее в общем покупки как раз вот поддержку уже 63 500 63 400 отработали при сильной динамике за 64 тогда уже на коррекциях можно пробовать искать поддержку в районе самого массива на самом ключе можно с продажами смотреть объемы по хаям ну как видите тут одна только пятница простояла в коридоре чаще всего это означает что очень немного объемов и им приходится просто весь день собирать все подряд какие-то стопари чтобы хоть как-то там загрузиться если бы была хорошая ликвидность со стороны всех классов трейдеров то там долго это бы так не стояли общий дисбаланс за сессию уже бы давно толкнул бы котировку вот видите вечерка пока возвращается что-то ей не понравилось с этим сопротивлением возможно она уже выдохлась ну в общем посмотрим как она там успокоится ну в любом случае для продаж первый триггер уход к 63 лучше даже его пробить для покупок пробитие 64 потом уже на коррекцию ловите массив ядра недели евро Олег что там ОПЕК в Вене 28 29 а вкратце что там обсуждается что они там сокращение либо просто собираются что там пройдут важные переговоры в Вене сегодняшняя встреча тогда в ЛДЖИВЕ а кстати а что за дорожная карта я что-то пропустил этот сленг дорожная карта с чего так назвали ну я так понимаю это сленговая фраза road map ну судя по всему раз по новостям так особо не афишируют может действительно по тихому там договорятся как-то без особых ажиотажей для рынка ну в общем Олег держите нас в курсе об участии России в Венской встрече пока не сообщалось про Недра ранее написали что предвели состояние страны пекли небольшой рост ну в общем статья написана аккуратненько ничего не не отброского отбросил и не отбросил а а очень важным так ядро ядрышка по еврику 12.05 12.75 тут само собой очень плотненько поработали и дальнейшая такая горочка спусковая до 10.25 сопротивление 10.60 3 дня прям под линеечку удерживали котировку и потом еще 3 дня под линеечку грузили объемчики обратите внимание еврик почувствовал себя ниже 1.1 и начал слушаться прям под линеечку объемы грузить видите что делает статус особенно если его отнять значит 0.93 0.95 это не я так оно и есть вот 3 дня по одним и тем же ценам просто заходят без какой-либо без творческой активности значит так надо проверить не сбросы это по стопикам и в принципе там будет более-менее ясно что с этим делать нет ты смотри вторую неделю набирают обороты особенно последние 4 сессии вот так даже выросли значит угу угу так и это набрали и это и это смотрим дельту дельта у нас начало фигурировать за байром с вот этого периода напрашивается двухблочная моделька и ликвидность тоже вроде рабочая без излишков но осторожненько хорошо хорошо мы еврик поняли тут по ценам 26 тонн даже 20 было ух ты 22 20 и дельта по 900 давайте возьмем плотную часть вот эту 0 0 0 9 30 603 контракта 792 вот 1000 контрактов как поддержку нижнюю даже возьмем вот так вот все две восьмерки 08 90 крайне такой уровень поддержки тут есть вся сессия зеленая просто котировка это вся на байрах тут буквально несколько цен ну треть тоже на байрах и тут тоже плотно все на байрах рост открытого интереса ну посмотрим посмотрим так здесь сопротивляшка у нас вот район 10.10 по 10.50 тут прям 333 священная ликвидность тут 1700 944 особенно вот эта часть выше 10.30 10.50 она более такая агрессивная на сопротивление в общем если этот уровень удастся еврику осилить то 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 и в корреляцию и рубль может такую же активность выдаст выдать базовая по дельте 09.10 09.30 тут больше всего аккумуляции по дельте вот этот уровень уже как блокпост в случае если понедельник вторник уходит просто по 9.08.90 можно сценарий про покупки отложить пока не вернулся обратно так так 3.08 по 8.08 это сброс стопиков был тут уже понятно по очертанию модели не приоритетный но очень важный диапазон с которого встали на покупку 0.09 0.09 20 0.09 18 понедельник вторник среда уже ушла и четверг даже сбросил стопики тут тоже были закупки все кто заходил среду и четверг по макушке вот здесь толпу собрали на встречные ордера на покупку скорее всего это выбросили уже байеров которые тут были и потом добавили еще здесь, тут ее образовалось у нас с ядро недели, знакомая знакомая расторговочка по еврику, обратите внимание на поведение котировки, в ней вот чувствуется видно какая-то системность, то есть работали по приказу, то есть это не хаотичная непонятно выстроенная динамика цены, аккуратненько, вот все в рамках каких-то определенных сценариев, которые они там используют, нет такой как обычно каотичности, беспорядочности никакой, есть гармония какая-то, особенно вот эти две макушки и прям такой очевидный сброс топиков во вторник, тот факт, что вернулись на 1.1 и там пока еще находится, вот буквально корректируется, уже говорит об возможном продолжении динамики, самое главное, чтобы вот эти 35.51 даже этих не посмели трогать, если даже сюда не будут пытаться толкать фьючерс, то вполне может динамика сохранится, классическая расторговка на покупочку аккуратненько, блок сбросили, ушли, блок сбросили, ушли, во всех лучших традициях валютного фьючерса. Так, тут не попали в коридор еще вот эти вот жестокие байеры, тут собрали, есть подозрение, что именно те, кто на пробитие заходил, их тут всех собрали под одну гребенку, 56.66, ну видите, здесь прям даже шестерки фигурируют, и тут же опять в таком же ключе резком, видите, собрали третий раз на пробитие и ушли наверх. Три раза подгрузили, поэтому в качестве еще одного мониторте уровень, если даже этот не пробьют, то есть жесткая защита этого уровня говорит об сильной агрессии байеров и вектор понятен. Пробьют этот уровень, ну вот еще надежды на 35.50. вполне может быть маневр и ниже 0.9, там до понедельника весь будет падать, вторник тоже, поэтому алерты ставьте на 0.955, 0.940, 0.920 и 0.970. и не пропустите. Скажите, вот опрос среди тех, кто сейчас есть в чате, у нас просто в компании немножко такая дискуссия по поводу приложения, вот если у вас будет приложение, которое вместе с платформой синхронизируется на вашем смартфоне, либо же планшете. И вот уведомления о вот таких всех алертов, которые вы выставили в виде там пуш-уведомления, либо там еще плюс какие-то сигналы идут. Это полезная функция, как бы вот, либо же не особо. Вы бы хотели какую-то другую функцию в приложении видеть. От обеда будет отвлекать. Это как приключение Шурика. Кто не работает, тот ест. Компот. А компот? Так, это еврик, фунтец он же pound мини будет, будет, будет мини приложение будет обязательно, без этого никак как тут даже я с удовольствием бы хотел, чтобы оно было хотя бы в настраиваемые, масштабируемые графики не обязательно тиковые, хотя бы просто вот профили до хорошей по управляемости класса рчарт мониторить хотя бы там динамику в 15 минуток было бы вообще замечательно это ну не проблема технически как бы сделать можно и уже в принципе достаточно много приложений сделано в таком ключе просто это ПК софт он это для ПК софт для смартфонов и планшетов немножко другое направление и опыта там немного сейчас всякое тестируем, пробуем так это у нас фунт отвлекся здесь аккуратненько после брексита потихонечку видите напуганные очень то заходят то выходят ведь неопределенность абсолютная на фунте вы 262 было до этого 250 ну в общем на том же уровне достаточно так запуганно выглядит то откроет то закроет то откроет то закроет соответственно коридор можете ставить и без и просто даже без особо сложного анализа это когда массив формируется так долго и с такой четкой неопределенностью это пока не выйдут из коридора предугадать кто там все таки король в этом флете трехнедельном были и байеры и на этой неделе даже селлер отличился поэтому выйдут за 21.46 окей все значит с байерами могут сбросить стопари причем до 1.2 из расчета что вот этот флеш крэш отрисовали все таки могут откорректироваться но это бы уже произошло обычно сразу таки восстанавливают на рынках движения тут 3 недели прямо на дне лежит фунт и и байеров как бы даже не видно дельта была 3.5 ну фактически там одна из топовых и она ничего не смогла сделать видите бесполезная вообще активность была то есть как будто сырой порох поэтому тут даже не будем особо останавливаться пока не толкнут либо за верхнюю часть массива флэта либо не толкнуть ниже ниже вот здесь у нас тут такие были интересные покупочки 2060 2090 вот их и держитесь если их пробивает ну тогда уже покупки точно по фунту ну никак по последней неделе тут все верхушки видите все проверю так ли понятно тут 20 надо поставить то ну вот 27 число тут фактически все цены буквально пару штук идут на байерах 2 все остальное просто победоносно захватили селлеры и в общем тут без особо сложных расчетов видно такая плотная составляющая селлеров вот в этом коридоре в общем пока возле них работают ну опять же в любом случае пока из коридора не выйдут эти качели будут до фомки до фомки так простоят на фомке уже куда-то они определятся сказать так что прям на рост все выглядит с учетом того что такой путь проделан на фунте и на самом минимуме он лежит просто мертвым грузом байеров тут не особо много после брексита ну в общем такие расчеты давайте заглянем на злостный индекс доллара я допустим про ордера на собрании как бы ну немножко с одной стороны против потому что с планшета заходить в рынок не увидел всю картину а это еще мотив еще как бы знаете так так терминал отошел буквально там уехал по делам и уже хочешь не хочешь хочется открыть позицию то есть мотиватора нет как бы нет раздражителя а тут ждешь кого-то в ресторане либо в кафе делать нечего вот ситуация какая-то начинается вот это открывание позиций я думаю что это ну приведет просто к лишним сделкам которые не нужны тем более с планшета мне невозможно толком все увидеть это тут 8 мониторов выставляю чтобы видеть всю картину в целом а на планшете закрыть сделку да когда ситуация очень опасная и пора уже выходить там но не открывать то есть ну не знаю как вы за против за корректирование стоп-лосса сопровождение позиции да но не открытие ну изначально сделки я думаю это будет только лишний раз создавать мотивацию открыть какую-то лишнюю сделку без особых расчетов и неохота чтобы мы же не являемся брокером чтобы мотивировать постоянно трейдеров открывать позиции у нас у нас в целях чтобы было полезно и трейдеры были всегда положительные пены в динамике так так ну в общем такая картина на dx ровно идет ликвидность на этой неделе последние две недельки прямо аж пугает аккуратность в линеечку по 98 как видите волатильность чуть-чуть раскачивает уже у 99 и давайте все-таки взглянем что у нас там ждет по открытому интересу ага тут честно-честно шли на байерах на рост здесь честно-честно байеры даже что-то сбросили давайте открытый интерес включим куда писать если есть идея по разработке платформы там по различной площадке изобилити было бы вышить немного по изобилити сейчас на многих модулях идет обновление разных функций и изобилити немножко подправить нужно сам знаю пишите на можете на education писать допустим там тем тема письма там укажите мое имя Миша там по поводу доработки такого какого-то модуля желательно если доработка то есть модуль уже то есть сервис сделан вы бы хотели его улучшить тогда скриншот модуля делайте укажите что вы именно имеете ввиду потому что текстом свои мысли иногда сложно писать лучше иногда показать на слайде то место которое нужно улучшить и и тогда все поймут быстро что имеется ввиду то есть скриншотики со слайдом было бы очень хорошо пишите а я соответственно будет еще один повод вместе с этими письмами на собрании надавить все таки чтобы сделали необходимые доработки так значит открытый интерес даже потихонечку аккуратненько рос до вчерашнего дня сегодня чуть сбросили неудивительно при таком тренде и вот в конце недели в пятницу и не сбросить покупки было бы очень подозрительно поэтому и волатильность увеличилась и посмотрим теперь что у нас центральной трецессии были шорты тут как бы шорты само собой после такого динамики с 95 на 99 не увидеть продажи тут было бы даже подозрительно ну первая центральная поддержка это у нас 98-97-50 и потом идет вот такой вертикальный массив на байрах сегодня полторушка на селлерах давайте посмотрим то все на кластерчарте как там все действительно выглядит так 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 ну как видите 6,6 либо я уже ну очень пристально обращаю на это внимание накручиваю себя ну как-то последнее время очень часто попадаются одинаковые объемы причем настолько одинаковые что прям даже 6,300 и 6,300 это объем если дельта будет одинаковая ну хорошо хоть дельта не одинаковая в общем вот так вот у нас тут самая такая динамика потом потом десятка даже есть по 98,5 ну в общем это ядро недели соответственно 98,5 90,97 тут тоже 6 тонн кстати на 99 установили вот 25 покупка была только вот 26 в общем и то наверное из-за той десятки ну почти тут 500 и 16 в общем самая аномальная дельта у нас на шортах и это 98,6 98,7 открыт интерес в эти сессии чуть-чуть даже набирал позиции поэтому вполне могут немножко откорректироваться 646 контрактов на шорт нас остановили и посмотрите какая пятница все цены на шортах кроме верхушки а это последние байеры ну в общем вот так в общем неудивительно если будут пытаться столкнуть на 98 ну и там двухнедельная плита проверим ее на прочность тут по 800 контрактов помните да цепочка из 800 контрактов лесенка и все эти уровни можете себе лихо отметить такой вот фронт поддержки с 96,3 по 98 опять же видите одинаковое количество контрактов либо в суппорт без разницы ну в общем вот так вот если даже 97,7 не протолкнут может даже продолжится чудо тренд на сотку сил а сил с тут потихонечку контракты переходят давайте опять поставим на сотку одну секундочку буквально две недели там вроде торгуются на декабрьском контракте если я не ошибаюсь ну вот он закончился ноябрьский где он и пошел этот декабрьский ну да полторы две недели где-то так неделя с копейками объем объем сессии идет прям запрограммировали прям 400 не меньше 440 445 как видите вот и предыдущее было 380 390 ну в общем тут видимо у них план за день выполнить около 400 400 тысяч контрактов выше нормы это уже кто-то заходил ой-ой-ой я нажал ниже нормы кто-то не участвовал соответственно это мы что ж такое нечаянно профиль нажал и теперь у нас все сбилось причем старенький профиль сейчас погрузится о все вернули в общем месяц идет ровная ликвидность буквально пару дней там пропали на перед экспирацией контракта ядро с учетом склейки тут сейчас склейка всех контрактов поэтому 49,7 50,7 основной коридор цен то есть нефтетрейдеры работали в основном по этим ценам отклонение ниже этого диапазона намек на то что пытаются уже цены двигаться в соответствии с дисбалансом спроса и приложения потом очень настораживает вот здесь пятидневное ровное тестирование 51 и пробитие максимума соответственно для сброса стопов частенько бывает такое чуть ли не последнее прощание с уровнем из позитива вот первые же два массива сессий встретились им на пути и они приостановили есть конечно подозрение что это снимают стопори из этих трех сессий ну давайте посмотрим подальше что там было там так открытый интерес на нефти сложно при смене контрактов анализировать но сегодня по отношению к неделе в принципе чуть даже открыли закрыли так неслабо то есть снижение воспринимают не очень хорошо и вот открытие идет соответственно у нас должна быть хорошая дельта на 2 600 и 4 600 было вчера в среду 834 так давайте посмотрим по ценам непосредственно что там творилось так ла 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 так 3 400 1800 полторы 1600 ну вот здесь такой достаточно приятный диапазон байеров видим мы даже по 49,2 вот такой плотненький коридор по боковой гистограмме видно и цена болтается ниже этого коридора что не есть хорошо либо вот этот сейчас набор дельты которая на байре после снятия стопорей возможно возвращаются как раз на 49,50 это будет маячком что это снятие стопорей было но давайте посмотрим что же там они искали тут по сравнению с тем что было в коридоре дня тут практически они ничего не обнаружили и все тут было за селлерами ну в общем такая спорная ситуация как то они уже не особо позитивно возвращаются в общем на сель точно лучше дождаться возврата в 49,20 49,5 тогда уже как бы будут шансы возобновления роста на баррель нефти в случае если не вернуться в понедельник в этот коридор идут дальше на шорт ну и тогда и не покупаем точно покупать нельзя так 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 и парам 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 сопротивление тут прям вот напрашивается вот этот весь коридор две двести полторы там три тысячи контрактов плотненько вот здесь еще тоже не слабенько на все недели прошлись ну помимо того что им вернуться нужно им еще нужно отстоять коридор этот пробить 40 да да что ж так ну 49 ну вот плотная массивность так ой 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 уже час сорок господи засиделся с вами так бренд все бренд 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 так 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 да по бренд был сегодня анализ что что по бренд точно хотел бы отметить эти же скриншоты вы сможете на фейсбук взять либо на официальном сайте обратите внимание вот что вот хотел поделиться по классу чарт так это на инвайском контракте одинаковое прям вот чуть-чуть контракта не хватило чтобы дельта была одинаковое вот то есть в этот коридор обязательно выделить особенно в качестве сопротивления более плотно так и точно откорректировать надо 52 52 с половиной две сессии дельта ну прям чуть ли не контракт контракт и сегодня кстати тоже 4 тонны добрали и это меня начинает уже настораживать что-то уж слишком много рынков по одному этажу объему проходит какая-то монополия что ли зашла вот ну видите да чуть-чуть не хватило до 4 тонны здесь 3 900 и потом эти 3 900 тут 2 сессии добавили в общем дельта прошла по покупателям 5150 5180 ну вот как минимум нужно пробить этот уровень желательно за 52 50 толкнуть брендиус по открытому интересу там всю неделю открывает позиции безбожно и очень много золота на золоте уже армагеддон наконец-то начали показывать уже спрос ну тут вполне может динамика сохранится так как тут и американская сессия толкала наверх и продолжили и продолжили под закрытие возможно такую же динамику можно будет увидеть по нефтянке золото ну фундаментальная взаимосвязь есть обязательно тут добыча самого металла происходит с использованием нефтепродуктов и нефтересурсов поэтому чем дороже нефть тем дороже будет добыча золота соответственно его спрос чуть-чуть повысится плюс новогодние праздники на кону и плюс ликвидность прям испытывала так нет еще не mercedes михаил но утроить если бы утроить штат программистов и разработчиков несколько было бы много еще полезного добавлено ну в будущем как бы цель такая чтобы в этом в этой платформе вы могли найти все у них необходимую для вас информацию то есть допустим те же самые новости они есть но они на английском вот допустим те же самые экономические календари в хорошем виде так как мы умеем это сделать хорошо показать информацию визуализировать в понятном формате грубо говоря вам не нужно было даже на другие сайты заходить искать какую-то дополнительную информацию по тем же отчетам ну все то есть все все в одной платформе общение и те же форумы внутренние то есть свой круг взаимопонимание так как это все используется на одной базе окей ну в общем вот такая вот картинка по золоту что так не масштабно обещаю там понедельник будет свободный час времени более так раскрыто сделаем по золоту засиделся сегодня с вами все всем хороших годных следующая неделя будет очень трудоемкая волатильная и аккуратней там в общем не упустите выход новости лучше поставьте напоминание смартфон всего хорошего запись видите на youtube до свидания пока до свидания